Отличные скидки! Поехали! Выбирая чайник, нужно учитывать, что в простейших, самых дешевых вариантах колба и обвес – это конструктивно одно и то же. Корпус чайника является одним целым сосудом для воды. Он, как правило, пластиковый, как и крышка и ручка. Дно чаще всего металлическое, если не используется архаичный открытый нагревательный элемент. Выглядят такие изделия довольно неказисто, что, впрочем, не означает, что они скоро выйдут из строя. Основным недостатком таких приборов следует считать отнюдь не ненадежность, а простоватость внешнего вида и наличие, как правило, всего одной функции – кипячения. Также условным недостатком можно считать то, что совмещенный корпус колба не имеет никакой термоизоляции, поэтому после кипячения практически весь чайник, кроме ручки, имеет довольно высокую температуру. В более сложных случаях обвесы колба – разные конструкции. Иногда, как, например, у большинства чайников со стеклянной колбой, элементы обвеса как бы окружают цельную стеклянную колбу. Как правило, чем дешевле модель, тем больше в обвесе пластика, чем дороже нержавейки. На сайте Озон электрический чайник «Волжанка» оранжевого цвета сейчас можно купить со скидкой в 66% за 1710 рублей. Объем 1,8 литров, материал комбинированный, металл и пластик, нагревательный элемент дисковый, тип управления механический. Там же предлагают вариант еще дешевле. Чайник фирмы «Электрик» продается со скидкой в 70% за 899 рублей. Материал пластика, стекло, тип нагревательного элемента дисковый, объем 1,8, чайник прозрачный с элементами черной отделки. На сайте Wildberries электрический чайник бежевого цвета сейчас можно приобрести за 1097 рублей. Мощный нагревательный элемент обеспечивает быстрое кипячение. Устройство оборудовано эргономичной ручкой, индикатором включения и окошком, позволяющим отслеживать уровень воды. Съемный фильтр, установленный в носике, задерживает частицы известкового налета, не давая им попасть в чашку и ухудшить вкус напитков. При кипячении чайник отключается автоматически, так же, как и после снятия с подставки или при отсутствии в нем воды. Корпус из пищевого пластика. На сайте DNS электрический чайник Dexp сейчас продается за 1099 рублей. Корпус дополняется контрастными черными элементами и визуально понятными индикаторами. Устройство обладает вместимостью 1,7 литров. Модель оснащена скрытым нагревательным элементом, значительно упрощающим процесс очистки. Предусматривается наличие удобной шкалы для определения уровня воды и фильтра от накипи. Чайник дополняется приятной подсветкой и возможностью вращения на подставке. Устройство оснащено функцией блокировки, исключающей включение без воды. На сайте MVideo электрический чайник Vitek сейчас можно купить за 1999 рублей. Благодаря подсветке корпуса он выглядит особенно стильно. К тому же им будет более удобно пользоваться при слабом освещении или в темноте. Объем чайника составляет 1,7 литров. Двусторонний индикатор даст владельцу возможность быстро понять, сколько воды еще осталось. Если нужно экономить место на кухне, сетевой шнур можно убрать в специальный отсек. Чайник автоматически отключается при закипании и снятии с подставки, что делает его особенно удобным и безопасным, позволяет сэкономить электроэнергию. Также предусмотрено отключение при отсутствии воды. Производители, претендующие на премиальный сегмент, часто выбирают схему металлическая колба плюс металлический обвес. И практично и выглядит шикарно. Иногда такие чайники термоизолированы, поэтому металлическая поверхность корпуса даже сразу после кипячения не обжигает. Также встречаются чайники с керамической колбой. Однако никакой практической пользы от использования керамики нет, только эстетика. Это был Шопинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова